Тема дня рождения становится весьма очевидной, пожалуй, после самого жесткого заболевания. Я-то думал ранее, что онкология – это не моя структура, но как я ошибался? Везде, где я езжу, и в любом другом месте с онкологией я знаком. А зная конторы лучше, я понимаю, что по уровню онкологии Россия на том же 137-м месте, как и по уровню коррупции. Жалко, конечно, что уходят наши лидеры, и тем более жалко за наших детей, потому что из моего класса в медицину никто и не пошел. А выпуск был от 1990 года. К слову о тех, кто сегодня в медицине. Так вот, я вам расскажу. Врач становится врачом только после практики в 20 лет. Так что думайте, господа. С другой стороны, все мои поездки есть в интернете. И вы можете понять, что где, и как, и лучше, и, естественно, по цене. Так что смотрите YouTube и Vimeo. Теперь о людях близких. Давайте поговорим о том, сколько таких может быть. Вот с моей стороны лучше, когда ваши друзья не связаны между собой бизнесом. Кто-то на комбинате, кто-то работает отдельно. То есть здесь не присутствует Лиза жопость. Гнусная мне. У меня на дне рождения мои друзья просто общаются. По сути событий, здесь никто и никому не должен. И это наша благость. Каждый делает свой бизнес. Просто приезжая ко мне на шашлык. Теперь шашлык. Спасибо тому, кого, естественно, нет. Жалко, что он ушел из жизни по той же и моей причине. По онкологии. Да, но слава Геймерверта воспитывается моими руками. Как мне сказал Валера от 22 годов назад, так я и делаю его шашлык. Лучший из созданных шашлык Валерия Геймерверта. Вкусно, конечно, и это того стоит. Конечно, жалко, что мои друзья меня к себе не приглашают. Ну да ладно. Мои праздники для всех. А они-то мне и нужны. Я им показываю, что я для ребенка своего готов прожить столько, сколько Господь дает мне. Я молюсь Господу каждый день. И прошу Его дать мне шанс воспитывать своего ребенка. Так же, как вы. Вы должны понять мою сущность. По сути событий. В возрасте 44 лет я видел и снимал лет на 200. И события-то были и не хорошие. А это и есть работа телевидения. Да, понятен результат. Что когда-то и это закончится. И я приду к Господу нашему Иисусу. И будет суд. И может быть и в действительности я скажу, как и для чего я работал. Я работаю на вас, мои зрители. И мне говеного характера телезвезды не нужно. Я такой же, как и вы. Со своими косяками и проблемами. Но я вас всех люблю. И даже уродов, оставляющих вонючие комменты. Вы все дети Бога нашего. И вот в чем суть моего дня рождения. Мы просто общаемся, как нормальные люди, безо всяких косяков. Просто радуемся тому, что мы пришли на природу. И отдыхаем. И это круто. Здоровье. Главное. Счастье. Побольше денег. Всего, всего, всего. А вот этому большому человеку мы не дадим. Потому что он занят, он снимает. Почему мы отпраздновали мой новый день рождения? И почему здесь все? Здесь все мои нормальные люди. Все мои нормальные люди здесь. С которыми я достаточно давно знаком. И даже с моим сыном я уже достаточно давно знаком. То есть мой сын, ему уже 6 лет. А еще до того, как я его знал. До того момента, как ему первый год исполнился. То есть 7 лет, по сути событий. Потому что мы отмечаем не совсем мой день рождения. Потому что мы отмечаем мой следующий день рождения. Потому что то время, когда я мог уйти на тот свет, было в 39 лет, когда мне исполнилось. Это было в марте месяце. 27 числа мне сделали операцию. И поэтому я всех приглашаю. Мне не нужно, чтобы кто-то что-то мне дарил. По сути событий нет. По сути событий мне нужны те люди, с которыми я нормально общаюсь. Потому что в 95% случаев в этом городе, в котором я общаюсь, большое количество лицемеров. Их 99%. Я ненавижу лицемеров. Это честно говно для меня. Я это специально. Это не в эфир, это на YouTube, естественно. Ненавижу их. И поэтому я буду это дело праздновать. А следующий 45-летний юбилей мы тоже будем праздновать. Я принесу больше мяса. Потому что это уже будет пятилетка. А мне человек сказал, что после операции ты если еще проживешь там два года, будет хорошо. Ну дай бог, дай бог, чтобы я прожил дольше.